С новостями спорта Александр Шариков. Здравствуйте. На домашнем Кубке Украины по пляжной борьбе харьковчане завоевали 23 медали и одержали общекомандную победу. Особо преуспели женщины, которые выиграли пять финалов. Три харьковские пляжницы отобрались на мировую серию. Это Анастасия Кравченко, Юлия Кремезная и Дарья Корытина. В мужском турнире озолотился Сергей Гайдар. Всего в Кубке Украины участвовали 112 борцов из шести регионов. Второе место в общем зачете заняли Одессит и третий результат показала сборная Донецкой области. Харьковские борцы греко-римского стиля выкосили полный комплект наград на 64-м международном рейтинговом турнире памяти чемпиона мира отца польской борьбы Владислава Пытлясинского, который завершился в Варшаве. На высшую ступень пьедестала весовой категории до 97 килограммов поднялся чемпион Европы Семен Новиков. В стартовом поединке ему противостоял участник предстоящих Олимпийских игр в Токио, неоднократный победитель и призер чемпионата в Африке Алжирец Башир Сид Азара. Новиков одолел его с преимуществом 2 балла. В полуфинале Семен встречался с турком Метиханом Башаром. Соперник опытный и титулованный Башар – обладатель двух золотых медалей чемпионата мира, вице-чемпион континента и бронзовый призер первых европейских игр. Получилась настоящая мужская битва. Победа осталась за харьковчанином со счетом 2-0. Столь же упорным выдался и финальный поединок, в котором Новика выяснил отношения с борцом из Венгрии Иштваном Такачем. Своё превосходство харьковский классик доказал не сразу. Такач проявил упрямство и первый период выиграл 1-0. Отдых пошел на пользу Новикову, который в очередной раз доказал, что сейчас ему под силу любой соперник. Заработав два балла, он одержал волевую победу. Еще два ученика заслуженного тренера Украины Юрия Кимченко и заслуженного мастера спорта Дмитрия Кимченко добыли в польской столице серебряную и бронзовую медали. Ярослав Фельчаков остановился в шаге от победы в весе до 82 килограммов. Приложив Норвеста Магнуса Грёнвика в середине второго периода, он в полуфинале победил лидера сборной Азербайджана, двукратного чемпиона Европы, серебряного призера чемпионата мира, обладателя олимпийской лицензии Рафига Гусейнова 4-3. В финальной схватке Фельчаков уступил бронзовому призеру чемпионата мира Жалгазбаю Берди Муратову, который будет представлять Узбекистан на Токийской Олимпиаде. Финал завершился в ничью 1-1, но по последнему оцененному техническому действию победа досталась сопернику харьковского спортсмена. Ясав Зейналов удостоился бронзы в весе до 77 килограммов. Досрочно расправившись в четверсинальной встрече с борцом из Хорватии, он в полуфинале проиграл два балла чемпиону мира и Европы, победителю Кубка мира Абуязиту Манцигову из России. В битве за бронзу харьковчанин должен был бороться с турецким классиком Юнусом Эмре Башаром, но тот на ковер не вышел и Зейналов стал бронзовым призером. В заключительный день чемпионата Хорьковской области по легкой атлетике, который проходил на единственном пригодном для соревнований стадионе «Динамо», отличился толкатель ядра Артем Левченко. Ученик Владимира Хоруна выиграл соревнование с отменным результатом 18 метров 88 сантиметров. Беги на 800 метров не было равных мастеру спорта Украины международного класса, финалисту чемпионата мира в помещениях Дмитрию Бекулову. Захватив лидерство сразу после стартового выстрела 30-летний спортсмен преодолел два круга за одну минуту 50,7 секунды. Финишировал Бекулов в гордом одиночестве, соперники остались далеко позади. Виктор Голубев быстрее пробежал 200 метров, оформив победу за 21,9 секунды. Для ведущих харьковских легкоатлетов региональные соревнования стали заключительной проверкой сил накануне чемпионата Украины, который пройдет с 18 по 20 июня в Луцке. В очередном туре чемпионата Украины Парекбелик «Легион-13» тестировал киевских носорогов на стадионе «Динамо». Харьковчане не пощадили гостей и разгромили их с внушительным счетом 54-10. Самым результативным игроком матча стал Александр Щербина, который совершил четыре попытки. 12 игровых очков бессменному чемпиону страны принес Виталий Пучков. В турнирной таблице двоевластия. Одержав по две победы, первое и второе места делят легионеры Геннадия Веприка и львовские тигры. В 30-м заключительном туре футбольного чемпионата Украины в первой лиге «Металлист-19-25» принимал ВПК «Агро» из Днепропетровской области. Турнирного значения игра не имела. Харьковчане досрочно гарантировали себе бронзу и повышение в классе. Гости в лучшем случае могли подняться с 11-го на 10-е место. Но завершить сезон в мажоре безусловно стремились обе команды. Открыли счет приезжие футболисты на 11-й минуте. Это сделал 21-летний Ховбек Александр Беляев. Для того, чтобы восстановить стартовое равновесие и охладить пыл аграрников, «Металлисту-19-25» понадобилось 15 минут. Забил ответный мяч Юрий Батюшин. Счет 1-1 держался очень долго – больше часа. Казалось, матч уверенно, как трамвай по рельсам катится к ничьей, но в компенсированное время гости усилиями Богдана Шмигельского выгрызли победу. 2-1 ВПК «Агро». «Металлист-19-25» уступил, но в следующем сезоне будет играть в украинской премьер-лиге. Сезон был сложный. Состав участников первой лиги очень непростой был в этом году. Много хороших коллективов, сильных коллективов. Но у нас было свое видение. Мы знали, как хотим, чтобы команда играла. И считаю, что второй круг в нашем исполнении был очень хороший. В 30 матчах «Металлист-19-25» набрал 56 очков. Выиграл первую лигу «Верес», второе место занял «Черноморец». Футбольный клуб «Волчан» спробился в полуфинал чемпионата Украины среди любителей. После домашней победы над командой «Адек» из Оржево-Ровенской области с минимальным счетом 1-0 подопечных Андрея Березовчука в ответной встрече вполне устраивала ничья. Впрочем, держав уме этот вариант, «Волки» не закрылись на своей половине и при любом удобном случае смело шли в атаку. Вот только забить в этот день ни им, ни хозяевам было не суждено. 0-0. В полуфинальном противостоянии «Волчан» сразится с действующим чемпионом страны Викторией, которая базируется в Николаевке Сумской области. Первый матч состоится в ближайшую субботу в Харькове. Пусть и ваших усилий всегда хватает для победы. Это были спортивные известия. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова